всем привет ну что у нас сегодня снова ребра готовим ребра я думаю у меня таких 3 пластины вот я думаю вы помните рецепт ребршек который у нас уже есть на канале по поводу этого рецепта мне все говорили ооооо блин 2-3 часа готовит ребра 2 2 пластина умереть ну вот я решил сегодня снять быстрый рецепт то есть на все про все уйдет максимум 1-20-1-20 сделаем ребрышки по-быстрому на гриле но прежде чем я все покажу и расскажу сначала разожгем стартер потому что рецепт действительно быстро и пока стартер разгорается мы все подготовим для ребрышек нужен прямой средний жар где-то район так 200 210 градусов поэтому я засыплю две трети стартера на самом деле чуть больше половины кстати обратите внимание ребрышки поскольку они готовятся на прямом жаре но их много да поэтому я сделал конфигурацию такую вот значит 70 на 30 то есть нас вот здесь вот где большая часть я поставил барьер большая часть тут будет находиться уголь а здесь будет свободное пространство и ребрышки мы будем располагать на прямом жаре прямо над углями здесь чтобы они все влезли поэтому такая необычная конфигурации поехали ok теперь про ингредиенты что нужно нужно три пластины ребрышек в среднем где-то по 900 грамм у меня получилось 2 по 900 одна значит 750 значит еще для пряной смеси и соуса потребуется значит оливковое масло перец соль само собой горчица мед паприка тимьян сушеный и гранулированный чеснок еще нужно будет петрушка тут надо ее несколько больше чем нужно и лимон это все еще одна важная вещь ребрышки я буду готовить фольге фольге поэтому нам нужна фольга но обратите внимание фольга должна быть не просто вот так который продается в магазине нужно найти потолще я честно говоря не знаю какой у нее там толщина конкретно но вот эта фольга достаточно толстая то есть это не вот та дешевая которая во всех супермаркетах вот я купил специальный скалок именно такой вот чуть толще фольгу ну что теперь займемся ребрами еще что с ними нужно сделать ну во первых нужно срезать все лишнее я правда ничего особо лишнего не вижу и снять пленку вот именно этим сейчас и займемся переворачиваем их той стороной где она находится и делаем еще простую операцию просто по ребру таким вот образом нащупываем ребро и по ребру вставляем обычный столовый нож вот вставляем его под пленочку вот очень важно да сделать так чтобы она так упорвалась немножко и поднимаем вот а теперь берем бумажное полотенце вот и вот таким вот образом ее если она рвется ничего страшного там нет то есть соответственно поддеваем ее в этом месте и опять бумажным полотенцем не очень удачно да кстати почему бумажным полотенце потому что если будете делать руками пленка скользит соответственно вы ее просто подхватить не сможете и также в обратную сторону пленку сняли все теперь что нужно дальше с ребрами делать их нужно разрезать пополам на равные части между ребром найти вот такое место соответственно и вот таким образом разрезать чтобы получились вот такие вот кусочки ребрышки пока оставляем в сторону делаем прямую смесь нам необходимо паприку в 3 чайных ложки тимьян 3 чайных ложки и гранулированный чеснок тоже 3 чайных ложки кроме этого нужно полторы столовых ложки соли и примерно четверть чайных ложки черного перца опять же можно по вкусу любите острее делайте больше вот она пряная смесь смешиваем ее теперь посыпаем ребрышки соответственно этой пряной смесью вот так немножко вдавить чтобы она не обсыпалась переворачиваем с другой стороны также делаем со второй можно чуть меньше потому что тут мясо меньше ну все остатки прямой смеси высыпаем туда где ее не очень много все ребрышки подготовлены ну теперь фольга что делаем с фольгой нам ребрышки нужно завернуть в пакеты из фольги но так чтобы пакеты были двойные вот при этом сами смотрите по длине ребрышек фольга должна быть как минимум в два раза длиннее вот и соответственно вот таких отрезков нам нужно будет сделать сколько их тут 6 штук 12 штук потому что мы каждое ребрышко завернем в двойную фольгу что дальше берем фольгу ребрышки кладем и просто заворачиваем после этого берем вторую и соответственно также заворачиваем вот таких 6 пакетиков нам нужно сформировать все вот у нас получилось 6 вот таких пакетов можно идти нагреть уголь как раз разгорелся я его высыпаю и разравниваю так чтобы он вот эту площадь всю которая 70 процентов занимал полностью уголь надо разложить обязательно равномерно он должен лежать ровным слоем потому что ровно над ним практически по всей площади будут лежать ребрышки перестанавливаем решетку крышку закрываю даю нагреться гриль погрелся температура в норме можно закладывать ребра решетку я чистить не буду потому что она еще горит мы готовим ребрышки в фольге а дальше их укладываем значит как укладывать два маленьких пакетика кладем вот сюда примерно таким образом остальные выкладываем над углями вот здесь чтобы уместились все 6 важный момент прямо напрямую жар открываем крышку и совершенно спокойно готовим целый час единственное нужно будет минут через 30 прийти и перевернуть пакеты теперь делаем специальный соус барбекю для ребрышек с горчицей для этого берем петрушку нам нужно чтобы на выходе получилось примерно рубленой петрушки пара столовых ложек ну я думаю вот это вот нормально достаточно и начинаем ее обрабатывать потом будем убить теперь сюда нужно выжать сок третий лимона листочки разумеется убрать теперь добавляем четверть чайной ложки примерно гранулированного чеснока пол чайной ложечки соли и четверть чайной ложки перца теперь горчица ее на самом деле нужно 6 столовых ложек ну можно меньше сейчас попробуем ну и последнее это 6 чайных ложечек меда он правда на улице у нас холодно он так замерз и теперь это все тщательно перемешиваем самое главное чтобы мед размешался это значит горчичный соус барбекю понадобится нам в двух случаях во первых мы им смажем ребрышки в конце приготовления чтобы корочку сделать соорудо глазурью станет ну вот а во вторых значит мы его подадим еще в отдельной емкости как соус готовым ребрам когда будем подачу формировать прошло чуть больше 30 минут переворачиваем ребра вот шкварча смотрите значит когда переворачиваются ребра нужно не проткнуть фольгу поэтому я вообще это делаю в перчатках это очень удобно конечно еще раз напоминаю что это специальные жиропрочные перчатки вот которые собственно защищают меня от жара все перевернуто закрываем и продолжаем готовить дальше ну вот все прошел час снимаем ребрышки я их просто сниму на поднос им еще нужно будет постоять немножко вот здесь вот здесь вот здесь что делаем дальше дальше эти пакеты разворачиваем вот ребрышки из них извлекаем осторожно они могут быть горячими вот вот как они выглядят посмотрите вот кстати видно да что они приготовились потому что вот очень хорошо видно что косточка отходит на 5 миллиметров это значит что ребрышки готовы вот я их просто перекладываю на поднос все и сейчас покажу что дальше нужно с ними делать теперь берем эти ребрышки идем обратно на гриль и выкладываем их мясной стороной вниз на решетку прямо над углями уголь кстати сейчас уже не такой не такой сильный то есть тут где-то такой средне-низкий жар вот поэтому не волнуйтесь ничего не подгорит все будет хорошо это нужно для того чтобы получилась румяная корочка закрываем крышку ну минуты на три на пять вот прошло почти три минуты то делаем дальше дальше их переворачиваем о какая корочка шкварчащая и вот теперь смазываем их соусом барбекю нашим я часть отлил специально для того чтобы подавать потом к ним зачем это нужно соус содержит мед вот я сейчас их все обмажу и закрою крышку и под закрытой крышкой в течение буквально трех минут вот ребрышки покроется такой глазурной корочкой вот которая будет во первых хорошо выглядеть вот во вторых она будет вкус создавать отличный закрываем крышку еще на три минуты пошло еще три минуты все снимаем ну это ли не красота в принципе ребрышки можно сразу подавать вот но я очень люблю когда они разрезаны когда они разрезаны отдельно вот таким образом видите отличная прожарка полностью прожаренная свинина свинина ну что я попробую вот смотрите какая она это замечательная ребрышка видите как хорошо прожарилась вообще обалданные кошка вываливается ну что ребят таким методом получаются сочнейшие нежнейшие ребрышки косточка вываливается соус офигенный кстати вот я сделал такой вариант подачи обязательно ребрышки подавайте с соусом дополнительно чтобы те кто ест едоки могли обмакивать ребрышки в соус ну вот такая нехитрая скажем так брутальная мужская подача вот но кстати эти ребрышки отлично подойдут под всякие напитки типа там пиво или водочки в общем ребята это потрясающее блюдо очень рекомендую вот вы хотели быстрые ребрышки вот это вот очень быстрые ребрышки на все ушло ну примерно где-то час двадцать час двадцать пять вот и поверьте кстати их много да три пластины поверьте для компании это потрясающая вещь в общем обязательно пробуйте ну а сейчас всем пока и счастливого барбекю это что всё это что это это Продолжение следует...